Всем привет! Я Алексей Макаренков, и вы смотрите Игросторис, видео, где я рассказываю всякие забавные, интересные и необычные факты про игры и игровую индустрию. И сегодня я расскажу вам совсем маленькую историю, которая случилась недавно в Steam. Ситуация просто отвал башки — это одна из самых смешных ошибок разработчиков, которая в итоге привела к феноменальнейшему результату. Поехали! Итак, место действия — Steam. Игра Evolvation. Её сделала компания Hyper Routes, и по факту там всего два разработчика — Эрик Расс и Джейкоб Куйман. И они два года трудились над игрой своей мечты — многопользовательской космической аркадой. Она была платная, я в неё поиграл, и она прям, скажем, так себе. Некое подобие таких космических битв из Star Wars Battlefront 2, только вот прям намного хуже. Игроки тоже не прониклись. Онлайн до недавнего времени там редко был выше 10 человек, а чаще всего вообще 0 человек. Ну то есть это абсолютно провальный проект. По словам разработчиков, они не заработали на нём даже 100 долларов. И вот внезапно игра врывается в топы Steam. Онлайн скачет вот с нескольких человек до 100 тысяч, и даже выше. В пике было, по-моему, больше 170 тысяч. Если что, не все игры из топовой десятки Steam каждый день вот такие вот цифры показывают. Естественно, все в шоке. И что же случилось? А случилось вот что. Чтобы поднять популярность Evaluation, разработчики решили раздать 10 тысяч ключей бесплатно. И раздали. Но раздавали пачками, и не всегда отдавали их в надёжные руки. И ключи начали активно продавать на сторонних площадках. Разработчикам это не понравилось, и Эрик Расс решил забанить все вот эти вот 10 тысяч ключей, чтобы никто не мог ими воспользоваться. Он зашёл в настройки аккаунта разработчиков Steam, и случайно нажал не на ту кнопку. И забанил ещё и легальные ключи, которые люди покупали в Steam. В итоге у небольшого количества людей, которые играли, или которые вот просто совершенно легально владели игрой, что называется, пригорело, потому что игра у них пропала. И они начали минусовать игру. И некоторые даже заподозрили, что разработчики мухлюют и отзывают ключи, чтобы второй раз перепродать проект, уже под другим названием. Девелоперы сообразили, вот насколько они опростоволосились. Удивились, что вот столько народу негодует, потому что их игру вроде бы никто толком не покупал. Но повели себя они очень честно и решили оперативно эту ситуацию исправить. Они начали писать в поддержку разработчиков Steam, чтобы случайно заблокированные ключи разбанили. И там было письмо в духе, что вот мы такие разработчики, случайно нажали не на ту кнопочку, и теперь нас за это заваливают негативом и проклятиями, и вот всем-всем-всем вот этим, помогите нам, пожалуйста. Но им пришёл отказ. Они ещё два раза написали в поддержку, но опять безрезультатно. Но потом им таки удалось законтачиться с Valve. Но восстановить ключи Steam отказался, но предложил разработчикам сделать их игру бесплатной. И они, собственно, так и поступили. И вот тут, что называется, понеслось. Люди начали набегать в игру просто толпами, сервера падали. Разработчики быстро накатили патч и подняли сервера. Народ продолжал набегать. Некоторые начали уводить игру из минусов и спрашивать, как задонатить разработчикам напрямую через PayPal. Короче, случился локальный хайп, выпихнувший игру в топы. И многие игровые сайты про это написали и рассказали, что дело в сарафанном радио и в сплочённости Steam-сообщества. Но почти все забыли, что в играх в Steam есть карточки, которые, в частности, можно перепродавать на торговой площадке Steam. И уйма народу на эти карточки охотятся, и большинство пришло в игру именно за ними. Потому что внезапно появился проект, в котором карточки есть, а платить за это не нужно. Если что, в игре вообще нет никакой монетизации, поэтому на этой вот волне популярности авторы в самой игре ничего не заработали. Но, судя по отзывам, кто-то задонатил напрямую. Возможно, даже там какая-то приличная сумма набежала. Плюс некоторые начали покупать саундтрек к игре, чтобы вот тоже поддержать девелоперов. Он, кажется, там 154 рубля стоит. Так что хоть большая часть пришла за карточками, сарафан в итоге все-таки сработал. Причем забавно, что очень многие игроки пришли из русскоговорящего сектора Steam, и они вот прям поддерживают девелоперов, пишут хорошие отзывы и хотят помочь. Пойми ты, люди тебе помочь хотят. Помочь. Но почему это все мне хотят помочь? Вот я-то никому не лезу, никому жить не мешаю. Вот так вот ошибка при нажатии всего лишь одной кнопки в итоге привела к фантастическому взлету игры в топы Steam. И сейчас популярность у игры, конечно, сильно просела, но какая-то часть людей продолжает играть. Я буквально вот перед записью этого видео смотрел, там онлайн было около 3000 человек. И теперь, на самом деле, очень интересно посмотреть, как дальше поведут себя авторы. Они такие очень общительные, отвечают на вопросы игроков, и, возможно, даже у них получится сохранить какую-то часть комьюнити и развить игру, ну, во что-то стоящее. И на этом все. Пишите в комментариях, какие еще интересные истории про Steam вы знаете, в какие ситуации попадали, а еще расскажите, собираете ли вы карточки и прокачиваете ли свой аккаунт в Steam. А то некоторые вообще не знают, что там такая механика существует. Я вот регулярно сталкиваюсь, когда люди много-много лет в Steam играют, а про карточки не знают вообще. А еще ставьте лайки, если видео понравилось, и до встречи в новых роликах. Пока-пока! А, блин, забыл, еще! Спасибо всем, кто напомнил нам в комментариях, что Игросторис пора вынести в отдельный плейлист. И действительно уже много накопилось, поэтому вынесли. Все, теперь удобно пользоваться. И если еще не смотрели, то вот это вот Игросторис одновременно про биологию и игры. Как выглядел бы Человек-паук, если бы был больше похож на настоящий арахнит. Приятного просмотра, и все вот это!